Предновогоднее настроение, настроение особенное, и большинство людей, говорят психологи, связывают этот праздник ни с чем иным, как с переменами. Пусть все плохое останется в году уходящим, пусть в новом все будет прекрасно, или с Новым годом, с новым счастьем. То есть, пожалуй, самый распространенный за праздничным столом. Почему же так ощущает себя человек и никак иначе? Психологи решение загадки знают. Это традиционное свойство человеческой психики. То есть, когда завершается один цикл и должен наступить следующий, человеку кажется, что следующий цикл принесет ему новое, что-то новое, и это новое будет обязательно лучше. То есть, хорошо, что наша память и наша психика так устроена, что мы всегда верим, надеемся и ожидаем чего-то лучшего. А прошлое оставляет вместе с собой наши переживания и наши беды. И каждый Новый год большие перемены происходят и в жизни общества в целом. Вот небольшой список нужных и не очень вещей, которые исчезнут 31 декабря в 0 часов 0 минут с боем курантов. Например, нельзя больше будет назвать полицейского милиционером. Закон о полиции вступил в силу еще 1 марта 2011 года, но он предусматривал, что как таковая милиция перестанет существовать именно с первого дня 2012. Милиция не останется нигде, кроме как в воспоминаниях. Другое название, другие документы и даже форма и надписи на автомобилях. Надеемся, что качество будет хорошее. Надеемся, что все сотрудники понимают, что действительно новая созданная структура. Но я хочу сказать, что без ошибок, конечно, не получится. Сразу так все быстро не получается. Для этого нужен определенный период. Но то, что сформировано на сегодняшний день, я считаю, что процентов 60-70. С наступлением 2012 года начнут действовать новые штрафы за многие нарушения правил дорожного движения. Точнее сказать, существенно вырастут суммы, которые придется заплатить за наступление от правил. Например, заехать за ступлению перед светофором теперь бесплатно не получится. С 1 января это будет стоить 800 рублей. Раньше штраф за такое нарушение не взимался. За нарушение правил проезда перекрестка на запрещающий сигнал цитофора штраф 700 рублей повышается до 1000 рублей. А также за выезд на перекресток в случае, если создался затор, то есть когда человек усугубляет эту заторовую ситуацию. Соответственно, штраф повышается до 800 рублей. Последний день уходящего года можно посвятить катанию на такси. Они пока будут без таксометров, шашечек и специального фонаря оранжевого цвета на крыше. С 1 января все эти атрибуты появятся, а пассажиры будут получать кассовые чеки за поездку. Можно покататься и на автобусе или маршрутке. С боем курантов они, конечно, не превратятся в тыкву, но изменения претерпят. В следующем году планируется, что весь пассажирский транспорт будет оснащен системой спутниковой навигации GLONASS или GLONASS GPS. А с 1 июля отсутствие навигационной системы даже будет рассматриваться как грубое нарушение условий лицензирования со всеми вытекающими. Ну и, наконец, время. Как раз с ним изменений не произойдет. Зимой и летом оно, как елка, будет одинаковым. 2011 год стал для россиян последним, когда они смогли перевести стрелки своих.